Есть такая японская мудрость, говорится так, не было случая, чтобы голый что-нибудь потерял. Вот скажите, ощущение потери, это хорошо или плохо, если у человека возникает? Ну, это, как он смотрит на это, если он начинает видеть в потере приобретения, понимаешь, то есть он освобождается, освобождает себя для получения чего-то более высшего, тогда, конечно, теряй, да? Да, но это тоже не потеря. Да, это уже не потеря становится точно, то есть это уже становится приобретением. Теряем пустого пространства, места, а место это божественное состояние, это место, которое заполняется Творцом, Сим-Цум. Когда мы его в себе создаем, мы должны вообще ощущать, что мы творим, мы создаем место для раскрытия Творца. А мы к этому относимся, как к какой-то потере. Отдай, освободись и обрети вот это место, оно самое высшее, потому что оно пустое. Вообще. То есть вы говорите практически так, если вектор к себе направлен, то я потерял, да? Да, конечно. А если он направлен, например, к Творцу, то я нашел, получается, да? Даже нет такого слова «нашел», как бы, но ты даешь возможность Творцу раскрыться, не заслоняешь его собой. И это практически можно ко всем нашим потерям отнести? Абсолютно ко всем. Что все потери – это как бы приобретение? Потому что если я существую, то нет большего зла, чем то, что я существую. Я существую. Вот если, как сделать так, чтобы существовать без «я»? Как это зло перевести в добро? Только отказавшись от того, что я существую. А что тогда «я»? Ничего. Освободи место. Не занимая его, пускай проявится Творец. То есть вы говорите так, что ни одной мысли о себе, чтобы не было, правильно? Абсолютно. А все мысли о чем? Я хочу, чтобы проявился Творец. Я не желаю его заслонять. Вот тогда вы говорите «я». Что это «я» тогда? Когда вы говорите «я» не хочу его заслонять. Я хочу, чтобы проявился Творец. Это та точка, которую я получил от него. И кроме этой точки, ничего у меня другого нет. Это точка Творца свыше. Тогда что такое «голый человек»? Вот не был случай, чтобы голый что-нибудь потерял. Что тогда «голый»? Вот тогда, когда кроме этой точки, он ничего больше не ощущает. Нет ничего в нем большего. Чем только может сказать, что вот это «я» и это «я» хочу оставить. То есть я от этого не могу отказаться, потому что это я получил от Творца. А кроме этого всего я не хочу. Ну, нет слов для этого. Ну, вообще красиво. 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 Продолжение следует...